Решим задачу номер 21 из открытого банка заданий государственной итоговой аттестации Федерального института педагогических измерений. Сократите дробь. Дробь в числителе 45 в степени n в знаменателе произведения 3 в степени 2n-1 умножить на 5 в степени n-2. Давайте для того, чтобы сократить, представим число 45 в виде произведения 9 и 5. То есть 45 это можно записать как 5 умножить на 9 умножить на 5 или 5 на 9, разницы нет. 9 умножить на 5 в степени n. Знаменатель пока перепишем. 3 в степени 2n-1 умножить на 5 в степени n-2. Далее, девятку представим как 3 в квадрате. То есть 3 во второй степени умножить на 5 и все это в степени n. 3 в степени 2n-1 и умножить на 5 в степени n-2 пока перепишем. Теперь вот эта степень n относится и к первому самножителю и ко второму самножителю. То есть нужно возвести в степень n и первый самножитель и второй самножитель. То есть возводим 3 в квадрате и все это в степени n и умножить на 5 в степени n. Далее, знаменатель пока переписываем. 3 в степени 2n-1 умножить на 5 в степени n-2. Равно. Теперь, что у нас получается? Возводим степень в степень. То есть получается степень в степени. При возведении степени в степени показатели степени перемножаются. То есть у нас получается 3 в степени 2 умножить на n. То есть 2n. 5 в степени n пока перепишем. И деленное на 3 в степени 2n-1 умножить на 5 в степени n-2. Теперь давайте поделим. То есть разделим сейчас 3 в степени 2n на 3 в степени 2n-1. И отдельно поделим 5 в степени n на 5 в степени n-2. При делении показатели степени вычитаются. То есть при делении степеней с одинаковыми основаниями. Основание остается тем же, а показатели степени вычитаются. То есть получается 3 в степени 2n разделить на 3 в степени 2n минус 1 будет иметь вид 3 в степени и теперь показатели степени вычитаются. 2n минус показатель степени у тройки в знаменателе. То есть получается 3 минус 2n минус 1. И умножить на, теперь делим 5 в степени n на 5 в степени n минус 2. Получается 5 в степени n минус показатель степени в знаменателе. То есть получается минус, скобки открываются, n-2 равно. Теперь давайте раскроем скобки, приведем подобные слагаемые в степени. То есть тогда у нас получается 3 в степени 2n-2n плюс 1. Почему? Потому что если перед скобкой стоит знак минус, то при раскрытии скобок в скобках все слагаемые меняют свои знаки на противоположные. То есть 2n было с плюсом, значит будет с минусом. Минус единичка была с минусом, значит будет с плюсом. Далее, и умножить на 5 в степени n минус, раскрываем скобки. В скобках меняем знаки на противоположные, то есть будет минус n плюс 2 равно. Приводим подобные слагаемые. 2n и минус 2n взаимно уничтожаются. Получается 3 в первой степени. И умножить на n минус n взаимно уничтожаются 5 в квадрате. 5 в квадрате. Получаем 3 умножить на 5 в квадрате. 5 в квадрате это 5 в 5, 25. То есть получается 3 умножить на 25. Получаем в итоге 3 умножить на 25 будет 75. 75. И в ответ мы запишем число 75. Пишем ответ. Ответ. 75. Задача решена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...